Привет! Меня зовут Ольга Литвинова. Я профессиональный тренер и автор проекта по обучению для будущих тренеров онлайн. Вы на моем канале и сегодня мы узнаем, что такое суставная гимнастика и как ее делать. Тема нашего разговора сегодня – суставная гимнастика. Я очень часто получаю вопросы и запросы, что это такое, как это работает и нужно ли этим вообще заниматься. Итак, что же такое суставная гимнастика? Все просто. Гимнастика, направленная на здоровую работу и оздоровление ваших суставов. Что же такое суставы? Суставы – это соединение двух, подвижное соединение двух и более костей в нашем организме, в теле человека. Напомню, в теле человека более 200 костей и при этом они соединяются в 360 суставах. То есть одна и та же кость будет частью разных суставов. Часто ли вы работаете всеми суставами? Ну, наверное, нет. Мы замечаем работу локтевого, коленного, плечевого суставов. При этом в кисти или в стопе у нас очень-очень много суставов, но мы ими не работаем. Для здоровья суставов прорабатывать суставы нужно каждый день. Такая гимнастика должна войти у вас в привычку. Я как тренер даю эту гимнастику в разминке, вставляю некоторые элементы в тренировки и в заминке иногда тоже ее использую. У меня на канале есть видео тренировок для стопы. Вот там прям яркий пример гимнастики для стопы, для суставов стопы, что тоже важно. А сегодня мы с вами сделаем небольшую суставную гимнастику в виде разминки, которую вы можете делать каждый день. Хорошо будет, если вы будете делать ее каждый день, увеличивая количество повторений и даже подходов. Я дам небольшое количество повторений, чтобы не загружать вас, а вы для себя выберете оптимальное. Напоминаю, суставную гимнастику можно и нужно делать каждый день. Это будет первым шагом к здоровью суставов. Какие проблемы могут быть с суставами и каким образом мы можем это почувствовать? Но первое, что мы чувствуем, когда подозреваем у себя проблему с суставами, это боль. Боль в суставах. Я хочу сказать, что кости, они не болят. То есть, если эта проблема появилась и вы чувствуете боль, то уже, значит, ситуация несколько запущена. Поэтому первое, это нужно обратиться к врачу, выяснить, почему так происходит. Возможно, изменить свой образ жизни, изменить количество и качество движений, но ни в коем случае не прекращать движения полностью. То есть, сделать их более простыми, легкими и затем повторять, искать те движения, которые будут приносить облегчение. Но ни в коем случае не прекращать двигаться и не делать сильное обезболивание. То есть, если вы убираете боль, но при этом продолжаете работать, например, в тренажерном зале с большими весами, то вы делаете для своих суставов только хуже. Ну что ж, начнем нашу гимнастику. Такую гимнастику мы обычно начинаем сверху. И первое, на что мы обращаем внимание, на шейный отдел позвоночника. Итак, мы делаем простейшие движения, но делаем их аккуратно и с умом. Наклоны головы вперед-назад, вниз и слегка вверх. Обратите внимание, мы не запрокидываем голову назад. Мы как будто тянемся подбородком по диагонали, вытягивая подбородок вперед и вверх. И когда мы опускаем голову вниз, мы как будто тянемся затылком вверх-назад. Наклоны вперед-назад. Должно все происходить мягко и аккуратно. Вы не должны чувствовать боли. Затем наклоны вправо-влево. То же самое мы не можем коснуться ухом плеча. Если такое происходит, значит у вас слишком зажаты и приподняты плечи. Мы мягко наклоняем голову из стороны в сторону. Можно поочередно. Вперед-назад. Право-влево. Останавливаемся. Делаем повороты головы. Поворот головы может быть до 50 градусов. Излишне придавать усилия не надо. Фиксируем и делаем мягкий полукруг, подтягивая подбородок вниз. Хорошо. Мы можем задержать и слегка потянуть подбородок вверх. И в другую сторону. Вращения головой круговые мы не делаем. Мы делаем наклоны вперед-назад. Вправо-влево. Повороты из стороны в сторону. И полукруг перед собой. В одну и в другую сторону. Вращения полные головой противопоказаны при многих проблемах. Так как вы не уверены и я не уверена, есть ли это проблема в шейном отделе. Мы их не делаем. В принципе, их можно исключить вообще из практики. Хорошо. Далее переходим к ладоням. Как я уже говорила, очень много суставов у нас в кисте, в ладони. И многие работают за компьютером. Положение руки, в которой мышка, все время приводит к разным проблемам с кистью. Поэтому не пренебрегаем обычными движениями, такими как сжимание-разжимание пальцев. Мы можем делать вот такие движения. Здесь уже включаются немножко кистевой, локтевой сустав. И в другую сторону. Хорошо. Мы можем делать вращение кистью вперед и вращение кистью назад. Количество движений от 10 до 4-5 этого мало. Переходим к локтевому суставу. Делаем вращение. И так же мы можем сделать вот такие движения, начиная вращать плечевой сустав, плечо и лопатку. Как будто вы хотите коснуться ладонью стены за спиной. И затем полностью вращение вперед. От 10 повторений на каждый сустав. Вращение назад. Если мы положим кисти на плечи, вот такую в ямку между ключицей и плечом, у нас будет больше вовлекаться лопатка в это вращение. Тоже очень хорошо. Напомню, вы не должны чувствовать боли. Суставная гимнастика направлена на естественные движения. Мы не увеличиваем амплитуду больше, чем она нам доступна. Опускаем руки и вращаем плечами вперед. То же самое. При этом не должна двигаться голова вперед. У нас не должно быть такого положения. Макушку тянем вверх все время. Плечи вращаем вперед. И вращаем плечи назад. Хорошо. Переходим к грудному отделу. Возьмите руки, кисти в кулачок. Повернуть, чтобы было видней. Колени можно чуть присогнуть. На вдох округляем спину в грудном отделе. Соединяем локти перед собой. На выдох раскрываемся. На вдох округляем. На выдох раскрываемся. Особенно хорошо для раскрытия грудного отдела. Вдох. И выдох. И увеличение объема легких. Также мы можем поработать с дыханием. Выдох. И еще. Вдох. И выдох. Подтягивая живот, округляем спину. И выдох. Подбородок тянем вниз. И выдох. Обратите внимание. Очень хорошо нужно растягивать плечи друг от друга на выдох. Вдох. Округляем. Выдох. Растягиваем. Сделайте больше повторений. И почувствуйте, как раскрылась грудная клетка. Отлично. Переходим к тазобедренному суставу. Слегка присогнув колени, мы делаем наклоны таза вперед-назад. Очень мягкие движения. Вперед-назад. Тоже с дыханием. Вдох и выдох. Дыхание не задерживаем. Вдох. И выдох. Хорошо. И здесь можно добавить такое интересное движение. Круг таза. Девушкам понравится. Мужчины, может быть, будут с трудом делать. Но это полезное движение для тазобедренных суставов. Хорошо. Переходим к стопе. Я начинаю от стопы. Мы поднимемся вверх. Для начала пошевелите пальцами. Как мы делали с кистью, с ладонью, так мы можем делать и с пальцами. Можно даже делать это одновременно. Сжимая как будто стопу в кулачок и разжимая наружу. Вдох и выдох. Мы здесь будем работать по одной стопе, потому что двумя сразу как ладонями не получится. Затем сделайте такое движение, как будто вы собираете арку стопы вверх. То есть как будто вы делаете такой вакуум, что ли. Мы хотим что-то подобрать стопой из пола. Отлично. И вращение голеностопа. В одну сторону, в другую сторону. Это можно сделать, не поднимая ногу. Мы ставим стопу и как будто пяткой сзади рисуем круг. Здесь у нас вовлекается и тазобедренный сустав. Хорошо. Поднимаем ногу и вращаем колено от себя. Следите за тем, чтобы таз не разворачивался в этом вращении. Тогда у нас уходит движение в тазобедренном. То есть мы вращаем колено от себя. И вращаем колено к себе. Хорошо. Меняем. Работаем второй стопой. Раскрываем пальцы и соединяем их в кулачок. Раскрываем и соединяем кулачок. Хорошо. И увеличиваем арку стопы. Работая как будто мы хотим, что-то нам мешает. Как будто под пальцами появляется орешек, например, или что-то мешает. И поэтому стопа поднимается вверх. Хорошо. Вращение стопой в доленостопном суставе. И колено от себя. Круг. Еще два. Один. И к себе. Один. Два. Три. Четыре. Хорошо. Поставьте ноги широко. И еще мы продолжим. Сделаем круг тазобедренных суставов. И в другую сторону. Очень аккуратно. Здесь у нас вовлекается поясница. И движения там не должны причинять боли. Хорошо. Собираем стопы. И последнее, что вы можете делать достаточно часто, это скручивание полностью всего позвоночника. Опускаем плечи, колени можно чуть присогнуть. И как будто в ролл скручиваемся позвонок за позвонком, опускаясь к полу. Округляя поясницу, подтягивая живот. Касаемся пола, вдох. И раскручиваемся, выдох. Повытягиваемся макушкой вверх, вдох. И продолжаем скручивание, выдох. Напоминаю, количество повторений от десяти. Чем больше движений в суставах вы сделаете, тем лучше. Количество асеновиальной жидкости, кровообращения и питания суставов зависит от того, насколько правильно и часто в них происходит движение. Не забывайте делать гимнастику. Будьте здоровы и подписывайтесь на мой канал. Будьте здоровы!